Учительницу английского языка Светлану Филиппову, которая прославила наш город интимной перепиской со своим учеником, признали невменяемой. Ей грозит принудительное лечение. Врачи выявили у нее психическое расстройство. Расследование нашумевшего уголовного дела завершено. Следователи передали материалы в суд. Следственным отделом по Каннскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы города Каннска в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела допрошены работники и ученики школ, проведены легионистические и психиатрические судебные экспертизы. При этом по результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у бывшего преподавателя установлено психическое расстройство, лишающее ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с изложенным уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Напомним, интимная переписка всплыла в октябре прошлого года в одной из социальных сетей. В ней учительница английского предлагала 15-летнему школьнику отношения, в том числе и сексуального характера. Тогда произошедшее вызвало бурное обсуждение как в городе, так и за его пределами. Прославленная не в лучшем свете преподавательница рассказала свою историю и на федеральных каналах в одном из ток-шоу. А уже позже, в ходе расследования уголовного дела, которое практически сразу возбудил Следственный комитет, выяснилось, что 15-летний школьник был не единственным, кому Светлана Филиппова писала сообщение сексуального содержания. Ее обвиняют в совершении разратных действий без применения насилия в отношении еще одного парня, не достигшего и 14 лет.